18 рекомендаций для прелюдий. Прелюдия это не так, когда целуешь один сосок, затем другой, в течение двух минут, а потом переходишь к сексу. Нет, это то, чему нужно уделить время, чтобы у вас двоих было нужное наслаждение. Прелюдия должна вас завести. Кстати, если размер твоего члена меньше 18 сантиметров, то я уверена, ты постоянно чувствуешь неуверенность в себе. А если это еще сопровождается импотенцией, то дела явно плохи. Под видео мы оставили ссылки на препараты, которые помогут тебе избавиться от импотенции и решить проблемы с небольшим размером. Они изготовлены полностью из натуральных компонентов, а применив весь курс, ты сможешь полностью избавиться от проблем с потенцией и увеличить свой размер. Ознакомься с отзывами мужчин, если у тебя присутствуют какие-то сомнения. Честно говоря, многие думают, что прелюдия это не секс, подразумевая под сексом только проникновение. Хотя большинство девушек не могут испытывать оргазм только от койтуса. Им нужна стимуляция клитора, чтобы достичь кульминации. В этом могут помочь мануальные ласки, куни и секс-игрушки. Тем не менее, секс не только оргазм. Это трение, прикосновение, поцелуи и разговоры, которые вы ведете до проникающего секса. Все это должно приносить вам вдвоем удовольствие. Дальше я дам несколько советов, чтобы прелюдия и секс стали ярче. Попробуйте воспользоваться всего одним или двумя советами и просто посмотрите, что произойдет дальше. Первое. Секст в течение дня. Прелюдия начинается не в спальне, а может начинаться задолго до нее. Небольшие тексты, такие как «не могу дождаться, чтобы раздеться с тобой сегодня вечером», могут взволновать вашего партнера еще до того, как вы войдете в спальню. Можно отправить фото «ню» это возбудит вашего партнера. Второе. Добавьте температурный режим. Используйте в своих предварительных ласках кубики льда или массажные свечи. Это классный и простой способ разогреть ваши прелюдии. Третье. Не спешите снимать предметы одежды. Прелюдия – это марафон, а не спринт. Вы не торопитесь, чтобы закончить дело. Вместо того, чтобы быстро раздеться, начните раздевание друг друга. Делайте медленно и последовательно. Снимайте одну вещь за другой. Любуйтесь телом своего партнера, осыпайте поцелуями и поглаживаниями оголившиеся части тела. Четвертое. Промокнуть вместе. Примите ванну или душ вместе до проникающего секса. Просто следите, чтобы вода осталась достаточно комфортной, чтобы вы могли сосредоточиться на друг друге и по-настоящему исследовать близость, прикосновение. Пятое. Танцуйте стриптиз. Дайте своему партнеру немножечко стриптиза. Даже если вы танцуете очень плохо, помните, что для своего партнера вы выглядите очаровательно. Шестое. Наденьте сексуально нежное белье. Между прочим, сексуальное белье существует не только для женщин. Седьмое. Эротический массаж. Прежде чем заняться проникающим сексом, сделайте своему партнеру эротический массаж, который одновременно расслабит и раздразнит. Восьмое. Спросите, что возбуждает. Если вы сомневаетесь, просто спросите об этом напрямую. Девятое. Фокус на качество, а не на количество. Улучшите качество прелюдии, и ваш партнер больше не будет вас беспокоить по поводу количества. Другими словами, делайте то, что вы хотите, и наслаждайтесь процессом. Десятое. Сначала подразни. Клитр лучше всего реагирует на то, что его дразнит. Поэтому предлагаю прерваться во время стимуляции, когда чувствуется, что девушка напряглась. С членом можно также играть. Самая чувствительная часть, чаще всего, это головка. Одиннадцатое. Расширьте оральный репертуар. Существует множество способов расширить свой репертуар орального секса. И вы должны стремиться добавлять новые движения и пробовать новые техники. Двенадцатое. Исследуйте все тело. Не просто сосредоточьтесь на гениталиях, а изучайте все тело, ведь оно наполнено эрогенными зонами. Напоминаю, что вы можете пройти курс, чтобы продлить половой акт и навсегда избавиться от преждевременной эякуляции. Благодаря нему вы сможете сами контролировать и решать для себя, когда хотите закончить через 20 минут, 60 или 3 часа. Будете испытывать намного больше удовольствий и ощущений, которые дарят вам занятия сексом. А также предлагаю пройти курс, чтобы справиться с простатитом. Ссылки найдете под видео. Тринадцатое. Используйте игрушки. Вибратор, гудящий вокруг эрогенных зон, может быть даже большим стимулятором, чем ваши руки. Четырнадцатое. Меньше разговоров. Будьте осторожны с тем, что вы говорите, когда пытаетесь установить настроение или вызвать возбуждение. Пятнадцатое. Обратите внимание на то, как партнер себя чувствует. Все разные, поэтому убедитесь, что точно распознаете реакции вашего партнера. Шестнадцатое. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Если мужчина беспокоится о том, чтобы вовремя выйти из девушки во время полового акта, то рекомендую сосредоточиться на своих предоргазмических ощущениях. А если девушка беспокоится о том, чтобы кончить, она также должна направить все свое внимание на ощущение приближающегося удовольствия. Семнадцатое. Не забывайте о поцелуях. Девушки получают наибольшее эротическое удовольствие от частых поцелуев. И если чувствуете, что она начинает терять интерес, поцелуи – это всегда лучший способ вернуть его обратно. Восемнадцатое. Надо благодарно принимать. Когда партнер инициирует сексуальное действие, постарайтесь дать понять, насколько вы одобряете и порадуете чем-нибудь новеньким или интересненьким в сексе. А после скажите, что вам было очень здорово. С вами была Полина Левенталь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если по какой-то причине еще не подписаны. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok